Привет, с вами Джамбо Макс и, увы, но сегодня мы поговорим о очень плохой и неприятной ситуации, которая произошла с нашим сообществом Xbox. Если же в прошлых случаях мы говорили об ошибке консоли, о выпуске некачественных эксклюзивов, о повышении цен, то сейчас речь пойдет о более фиговом случае, а именно о банах. Сразу скажу, что на данный момент ситуация такова, что люди, приобретавшие с 14 числа и далее, получают бан аккаунта. Да, это касается далеко не всех, не на всех делающихся ресурсах, но тот магазин, который я советую уже несколько лет, тоже попал в эту ситуацию. Это не скрывается, поскольку обманывать никто никого не хотел и не хочет, а хочет просто разобраться, почему это случилось. В чем причина, честно говоря, до сих пор непонятна, ибо есть много версий и теорий, о которых мы сегодня и поговорим. И прежде чем мы начнем, я хочу извиниться за то, что по моей рекомендации некоторые попали в такую ситуацию, но ее никто не мог спрогнозировать, ибо по словам ребят все делалось и делается все как и всегда. Если бы было что-то запрещенное, какая-то левая схема, что-то еще, то это можно было с легкостью следить. Но загадка заключается еще в том, что групп несколько, у которых ребята пострадали абсолютно с тех же чисел, что указывают не на проблему какого-то продавца, магазина, способа, а какой-то общий случай, с которым предстоит разобраться. Я списывался с Пауляевым, с Букером, с админами пабликов, которые тоже торгуют, и причины все еще не ясны. Те, кто делает через дропы из других регионов, под это вроде как не попали, что собственно загадочно, поскольку получается, что по новой логике Microsoft стало разрешено без каких-либо но пользоваться другими картами, а своими якобы нет. Прошу не втыкать сюда единичный случай, а-ля я купил у себя в ту же дату, там для себя, через свою карту у меня все нормально, поскольку обстановка касается только тех, кто оказывает услуги, ибо через них проходит намного больше людей, и связано это опять же в пределах 14 числа и дальше. Самое удивительное, что после блокировки аккаунта весь контент при условии, если забаненный аккаунт стоял домашним, не теряется, а доступен на новом аккаунте. Поэтому, чтобы хотя бы сохранить свою библиотеку, хотя бы с точки зрения использования, поставьте этот профиль домашним. Опять же, странно, что это все работает даже в сети, и самое удивительное, это то, что если блокает аккаунт, вы по идее не должны пользоваться своим контентом, потому что аккаунт, он как обнуляется. Но это у некоторых ребят, которые получили бан, не так. У них все работает, но только с нового аккаунта, и это опять же странно. Есть теория о том, что все случилось из-за айпишника, ибо по наблюдениям люди отлетали с Узбекистана, но есть случаи из Казахстана, и если вдруг замечены и другие случаи, просьба написать и рассказать вашу историю. Но опять же, это очень удивительно, ибо дата обращения клиентов одинаковы, а группы разные и регионы тоже. Единственная серьезная зацепка, которую мы поймали за все это время, это то, что Microsoft стала банить еще и консоли. Вообще, по непонятной причине, что-то трагерит систему Xbox, отчего консоли и аккаунты на ней получают бан. Может, это количество добавленных пользователей, аккаунтов, еще что-то, но опять же, почему случилось именно после 14-го числа, и за что, непонятно. Поскольку до этого на консолях проводилось множество покупок, и даже больше. И я сам брал у ребят до этого, но это было, опять же, до 14-го числа, именно 10-го, и я бан не получил. И если бы это были какие-то недобросовестные продавцы, то это можно было бы понять хотя бы по журналу покупок, но там статистика крайне плавающая, как бы мы ни смотрели. Ибо люди брали много чего и разного, но в любом случае, скорее всего, мы сделаем акцент на вот этой вот теории и попытаемся ее проверить. Еще очень тесную связь мы провели с некой новостью, которая касается валют. Недавно стало известно, что в Фортнайте начали отбирать вебаксы, сделанные через Иксбокс. Можно предположить, что отлетели все, кто так это сделал, но опять же, это не так, ибо большая часть отлетевших именно с играми и подписками. Так в чем связь? Мой зритель, который не попал в выборку 14-го числа и брал поинты вообще 4-го числа, конечно, для Warzone, но все же, он и его друг вместе с ним поймали бан. Да, есть, что они с другом брали в разные числа, но итог один, и то, и то бан. И Макс, а у него, вот сейчас вот мне, ну, друга скидывает, он купил 15-го числа поинты, ну, понял, в колде, короче, 5000 поинтов на 33 евро, блядь, как он мне скидывает, ты-ты-ты-ты, 33 евро, блядь, стоит на карту Visa, при том, что там у него, ты, наверное, я тебе скажу тебе правил, ты там видишь, возмещенная стоимость 33,99, и типа возврат сделали. Блядь, тоже вот это интересно. Но примечательно здесь то, что случаев с поинтами было замечено неоднократно, и они получали бан практически одновременно со всеми, а именно вечером 17-го числа, что проводит некую связь. У многих, в том числе и у нас, сложилось впечатление, что Microsoft таким способом начала бороться еще и с поинтами, поскольку это делается через систему Xbox, конечно, тут стоит учить, что некоторые, кто покупал, возможно, не получили бан, но через какие способы они это делали, пока непонятно. Но так или иначе, закралась мысль, что данный случай могли спровоцировать Microsoft на проверку, и она коснулась конкретно способов с консолей. То есть, есть предположение, что аккаунт, который попадал на консоль, провоцировал систему на проверку ее, и, соответственно, все консоли, которые были замечены в том, что у них было проведено множество аккаунтов, даже не делая валюты, все равно попали под эту штуку, как и остальные аккаунты. Это очень спорная теория, но она есть, и как ее проверить, не очень понятно. Наверное, только с помощью тех, у кого было не так много покупок, но есть случаи банов. За счет всего этого круг сузился, но пока не несло ядро, которое предстоит еще найти. Кто-то акцентировал на том, что в покупке иногда идет еще одна игра дополнительная, которая стоит копейки, но, как мне объяснили, это давний способ, чтобы консоль смогла провести транзакцию, ибо когда стоит одна игра, кнопка иногда не горит, поэтому это тоже как бы не причина. И опять же, это очень странно, ибо это определенные даты, разные игры, свои карты, но итог один, бан аккаунтов и бан консоли. По сети гуляет множество теорий о том, что все это недобросовестные группы, они что-то там сделали, они 100% использовали Аргентину, вороны, карты, и поэтому все полегли. Это хороший пиар на фоне проблемы, если кого-то и вправду это не коснулось, но далеко не факт, что это не произойдет с остальными. Сразу скажу, что я прекрасно понимаю этих людей, которые видят это все со стороны, и им просто нужно найти причину, крайнего, виновного, и даже в случаях тех, кто не покупал в этих группах, не забанен, они пытаются больше всех сморозить то, чего не знают, ибо те, кто получали бан, ведут себя более чем адекватно и понимают, что вина тут не совсем в конкретном продавце. Но эти ситуации с чем-то левым, они точно исключены, ибо у всех продавцов, у которых я спрашивал, были личные карты, что делает ситуацию очень странной. Мы уже около трех суток пытаемся разобраться в этой проблеме, но безуспешно, ибо последовательности пока все еще не установлено, но в любом случае напрашивается один вывод. Microsoft начали закручивать гайки по тем способам, которые работали всегда. Но вот по какому принципу они это стали делать, неизвестно. В этом случае я, наверное, порекомендую вам в ближайшее время пока не покупать ничего. Если очень хочется максимум, это сделайте на совершенно новый аккаунт, который не имеет вашу основную библиотеку, которую будет не жалко потерять в случае чего. Но будут ли баны в будущем? На самом деле все возможно, поскольку уже давно наблюдается, что Microsoft неровно дышит к СНГ, это и ошибки консоли, и поднятие цен, и в итоге вот такая вот ситуация. Как бы и дальше непонятно, что ждать, от кого, почему, ибо если найти причину, может быть и станет легче, но прикол в том, что это крайне сложно сделать, ибо это не был новый способ. Опять же, свои карты и так далее. Если брать вопрос глобально, то в целом любая покупка приравнится к нарушениям, ибо в вашем регионе через вашу карту вы ее не осуществляете и пытаетесь все это обойти. Почему Microsoft начала этим заниматься именно сейчас, тоже загадка, но мне кажется, это либо санкции, которые просто вытекают из общей ситуации, либо же просто борьба со странной активностью в виде помощи по приобретению именно с консолей. Но проблемы есть, и мы всеобщими усилиями пытаемся в ней разобраться. Кстати, спасибо огромное всем тем сообществам, которые отреагировали, написали, тоже поделились своими способами, а также рассказали свои ситуации, что помогло хотя бы как-то снизить круг. Если вдруг у вас есть еще какая-то информация, вы также занимаетесь данной деятельностью, то можете написать нам. Ну а кто попал в эту ситуацию, соболезну, и напишите тем, у кого брали, с историями о том, когда, что и так далее, и думаю, при помощи большого анализа, хотя бы попытаемся понять, что же было сделано не так, что в будущем такого точно не произошло. На этом все, большое спасибо за просмотр, и если что, я вас буду держать в курсе всей этой ситуации. До новых встреч, пока-пока.